А сколько гектаров здесь всего? Прямо 4 гектаров. А корпусов сколько? 3. В 1975 году он начал в больнице строиться, а последний коробок был в больнице строить в 1981 году. Минская областная иконическая больница это головное учреждение здравоохранения третьего уровня для жителей Минской области, которое оказывает медицинскую помощь взрослому населению Минской области практически по всем направлениям нашей медицинской деятельности. На нашей базе располагаются 4 исполниканских центра, урологии, эндрологии, реконструктивно-хирургической гастроэнтерологии и эколопрактологии, центр пластической реконструктивной микрохирургии, гипоперической оксигенации, гипоперической адаптации. Кроме того, мы активно сотрудничаем с Белорусской медицинской академией по диплом образованию. На нашей базе непосредственно расположены 8 кафедр. Специалисты кафедр нам оказывают огромную помощь и в плане консультации наших пациентов, и при выполнении различного рода диагностических и оперативных вмешательств. Мощность нашего учреждения составляет в настоящее время 947 коек. Кроме того, у нас в составе больницы имеется областная конструктивная поликлиника, рассчитана на 400 по течению смены и ведется прием по 27 специальностям. Всего в больнице работает 307 врачей, 749 средних медицинских работников и 644 это младший медицинский персонал. Ежегодно у нас лечится в среднем более 20 тысяч пациентов. COVID-19. В настоящее время в нашей больнице имеется 220 коек для оказания медицинской помощи пациентам с ковидной инфекцией. Из этого количества 22 коек это коек реанимационные. Да, четвертая часть. Хочется отметить, что мы оказываем помощь не только пациентам, которые имеют чисто ковидную патологию. Это пациенты, которые имеют серьезную сопутствующую патологию, которые требуют вмешательства код в высокотехнологичном нашем уровне. Имея ковидную инфекцию, мы забираем на себя, оказывая и в том числе высокотехнологичную помощь. И третья, можно условно рассказать, категория пациентов, это люди, которые к нам поступили не по ковидному поводу. Выявилось и ковид, мы их не можем отдать куда-либо на район, мы их оставляем у себя и занимаемся лечением и ковида параллельно, и лечением... Это оперативное вмешательство? В том числе оперативное вмешательство. Да. В нашем отделении рассчитано на 60 человек, в настоящий момент оно называется инфекционное отделение номер 5. Сейчас находится здесь 56 человек. 56? На 60 человек. На 60 человек. То есть свободные койки есть. Вторая сестра у нас пневмония, ковидная инфекция. А поражение легких? Поражение легких, умеренной степени тягости. Она находится на кислороде, поток кислорода небольшой. По времени постоянно кислорода или по времени? Когда я кушаю, выходит в туалет, значит кислород мы отключаем. А ночью? Значит, и ночью тоже, перед тем, как спать, мы проверяем уровень сатурации кислорода. Есть уровень сатурации, допустимый. А сколько у нее сейчас? Сейчас у нее 95,6 литра. Отличная сатурация. Вы что, здоровый человек? Ну, лиховатка не нет. Она старается. Нина, ты здоровый человек. 95 тебе здесь делать нечего. Давай мы тебя в санаторий. Да, мы можем будет направлять пациентов на долечивание в санаторий. Если тебе предложат врачи или даже не предложат, ты будешь себя чувствовать лучше, лучше в санатории, чем в больнице. А это смеется, она уже выздоровела полностью. Значит, мы с сегодняшнего дня, это наша Наталья Николаевна, 62 года, пытаемся отлучить от кислорода. Предыдущие сутки она дышала небольшими потоками, 5-6 литров в минуту, сатурацию выдавала 94-96. Сейчас она у нас без кислорода, сатурация 98. Слежит 11 дней, заболела 5-го, ухудшение с 11-го числа. И пока состояние стабильное тяжелое, каждый день она осматривается. Какая у нее сатурация? Сатурация 84 на 30 литров. Но держится так или ниже, выше? Была ниже. Была ниже. А кто коляжет на живот, немножко выше. В общем, девчата, не болейте, выздоравливайте. Тебе, как самой больной, я желаю самого крепкого здоровья. Спасибо. Вот я тебя, считай, вылечу. Вот посмотришь завтра. Девчата, всего доброго. Спасибо. Не болейте. Хочу показать вам, Александр Григорьевич, самого молодого нашего пациента. И детство, и Андруша подхватил. А папа принес. А, папа, ну бывает. Обычно дети проводят родителям, а тут папа. Ну, очень высоко лихорадил. Сейчас устойчивая положительная динамика. В разгар болезни, тяжелая пневмония, сатурация была 85, на высоких потоках кислорода. Сейчас мы, значит, 3 литра в минуту сатурацией 98. Мы постепенно, потихоньку его отлучаем. Ну да, 98, какая ему кислорода? Да, выдерживается. Зачем ему лишние кислорода? Как только он переворачивается, или присаживается, или занимает неправильную позу в постели, естественно, все это снижается. А сколько он болеет у нас? Значит, заболел у нас 2 октября. Поступил 9, в основную неделю. Хорадил 40. Не оккупировалась хорадка. Только вот здесь у нас, потихоньку-то маленько. Но динамика уже, вы видите, хорошая. Ну, слава Богу. Девчата, вы болели, да? Да. Тоже болели. Сильно. Легкой форме. Не болейте, девчата. Нам тяжело без вас. Когда врачи болеют, и наши помощники врачей, это беда. Пациентка Татьяна тяжелая, с 8 числа болеет. К сожалению, вот один из отягчающих факторов, ее 130 килограмм, 170 раз. Ну да. Это индекс масса тела. Вся беда еще и вы. Очень серьезная. Худенькая болела-то? Да. Рявкой флаги. Ну, худенькая, конечно. Ну и привилась? Молодец. Ну, после того прививалась, да? Все прививали. Пациентка тяжелая, но есть шанс. Кислород относительно небольшой. Вот эта сатурация, которую в интернете все знают, что такое. Вот цифра 98. Хорошая. Все, что больше 90, уже неплохо. Уже неплохо. Она у нас на ИВЛ, но параметры не жесткие. Сегодня планируем в операционную, вот, ближе к обеду, когда станет поспокойнее, сделать тархеостому. И начнем потихоньку седацию снимать. Очень важно, как мы вот заметили, когда реабилитация идет пациента, когда их начинаешь будить, они потихоньку из седации выходят. Вот так мы на бок поворачиваем каждые 2-3 часа, смотрят в окно, а там вот солнце, там птицы. И в это оптимизм добавляют. Здесь 3 койки, у нас вообще на 6 койк, но мы сейчас поставили 8, 2 приставные. Ну, потому что ситуация, да. Ну, правильно, правильно. На всякий случай наоборот. Вот аппарат, вот пустая койка, рядом аппарат ИВЛ. То есть, все койки беспричны аппарат ИВЛ.